Наше путешествие в монастырь Святого Лазаря закончено. Поскольку не удавалось делать трансляции, я много всего наснимал. Часть уже выложена в моем канале Находки в Телеграме. Скоро дам ссылочку, если вдруг кто не знает, где это все находится. А сейчас мы плывем обратно. И предметом нашего рассмотрения в основном является небо над Венецией. Потому что неописуемой красоты вместо грозы нам показали предгрозовую облачность. Это, конечно, необыкновенно красиво. Хотя ждали мы грозы и проклинали себя за то, что не взяли даже зонтика. Вместо этого получили вот такую облачную симфонию нечеловеческую. Со временем нам будет что-то лучше видно. Пока что мы смотрим на облака, на острова. Вот там вот вдали, видите, такие торчат предметы, трубы странные. Вот сейчас в крайнем правом углу. Это Порто-Маргеро. Это те химические предприятия, которые отравляют Венецию с 1920-х годов. Там были суды, там сидят какие-то менеджеры. Пробы земли показывают какие-то совершенно нечеловеческие уровни. уровни токсических веществ, которые, если к ним относиться серьезно, даже могли бы препятствовать сделкам с недвижимостью в Венеции, в Маргере. Но, тем не менее, индустрия есть индустрия. Сами не будем говорить, не знаю. Куда же она денется? Вон там вот, вы видите церковь Редентуры ровно по центру кадра. А справа от нее, вдоль острова Джудека, плывет чудовищный многопалубный круизный корабль. Он плывет в нашу сторону. Я думаю, что, может быть, в проливе Джудека мы сможем посмотреть на него более внимательно. Ветер, как я понимаю, сейчас не заглушает меня, потому что я не чувствую никакого ветра. Вот мы подплываем к Джордини, к садам, в которых проводится пьян-али. И дальше мы пойдем вдоль набережной, вдоль Рива-де-Эскивони, и пойдем до пристани Сан-Закария. Сан-Закария – это пристань у Сан-Маркова. Ну, называется в честь церкви Сан-Закария. Вот сейчас мы видим с вами, друг напротив друга стоят две башни. Одна из них – это колокольня Сан-Марко, а другая – колокольня острова Сан-Джоджо-Маджоре. Спросите меня, почему мы плывем так странно? Почему, если нам нужно туда, в сторону Сан-Марко, почему мы плывем под прямым углом? Ответ вам дадут эти вот столбы, торчащие из воды. Столбы называются парикулы, и они обозначают фарватер. Если выйти за пределы фарватера, то ничего не стоит здесь напороться на мель, остаться без винта. Да, это распространенная неприятность для медицианских судоходов, поэтому мы делаем такой крюк, поэтому мы объезжаем. Вот мы уже приближаемся к тому месту, где набережная Семи Мучеников, в конце которой находится Гарибальди. Колокольня, которую мы видим справа, это колокольня монастыря Сан-Франческо де Виньи. Легко догадаться по названию, что монастырь францисканский. Строил его, его нынешний фасад Андреа Палладио. На самом деле, как вы понимаете, когда мы говорим, что строил Андреа Палладио, мы совершенно не обязательно имеем в виду, что там ничего не было, а потом пришел Андреа Палладио и что-то построил. Довольно многие строения венецианские, которые связаны с именем Палладио, они существовали лет за 500 до того, как он пришел их строить. Как вот, например, Сан-Джорджио Маджоро, на котором мы сейчас смотрим, как тот же Сан-Франческо де Виньи, который сейчас у нас только торчит верхушкой из-за деревьев. Это все существовало задолго до Палладио, его пригласили обновлять. Вот этот вот, Али-Лагуна идет на Лиду и везет людей, которые из аэропорта плывут на Лиду. В общем, им я, скорее, сочувствую, потому что делать на Лиду категорически нечего, особенно, когда там нет, Станислава Александровича Белковского. Вот, мы уже выходим на финишную прямую. Сейчас вот между церковью Сан-Двайе де ле Салюте и вот этой колокольней, колокольней Сан-Джорджио Маджоро появится, вернее, уже появился этот чудовищный корабельный монстр. Вот он выплывает. Вы можете сравнить его высоту с высотой колоколин, с высотой церквей. Это реальный ужас, когда смотришь на него с берега, особенно с пристани на Джудеке, когда он в ней подплывает. Это действительно что-то чудовищное монструозное. Плывет он, как вы видите, не сам. Ну, то есть сейчас вы лучше увидите, что он плывет не сам. Его тянет один буксир спереди и сопровождает один буксир, тоже привязанный сзади. Почему? Потому что если ему включить двигатель, то Венеция может затрястись. Может и не затрястись, конечно, но им запрещено использовать свой собственный двигатель. Поэтому вот сейчас мы приближаемся, вот она с пасом смотрит буксир. Вот Сан-Джорджио-Маджоро, вот церковь Салюты, колокольня Сан-Марко. Нет, там сзади есть еще одна хрень. Да, и их твое. Второй тащит, чтобы прямой был. Да, да, и она, наверное, буксир и сзади у нее буксир. Да, она бы нас конкретно заколбасила, это правда. Смотрите, Редентоне. Она по-ладельски заслонила эта жуткая дура. Все, естественно, ее фотографируют как важную венецианскую достопримечательность. Вот Санта-Мария. Это же салюты, храм здоровья. А вот уже приближается причал Сан-Закария, где нас высадят, не проверив билетов. Очень обидно, что платил. Это МСС Оркестра. Вы видите, люди высыпали на верхнюю палубу. Все, сколько их есть. Одни на застекленную палубу, другие на открытую. Все смотрят на Венецию. Посмотрите направо, посмотрите налево. А вот сзади у них второй буксир, который тоже к ним привязан веревкой. Насколько я понимаю, он просто спрямляет им движение за счет встречной тяги. Вот мы подходим к причалу Санта-Корея. Вот палаццо Дукали. Вот меня отодвинули, чтобы пришвартоваться. Давайте отследим проект в момент швартовки. Вот. Быстро. Быстро. И с особым цинизмом. Надеваешь швартовый. Коса? Все. Погнали. Белые тополя. Мы высадились. А второй вот здесь, но он в сторону тронкет, то другой. А, черт, его знает, у него же конечная. Нет, это вот это пройдет. Вы тоже в тронкетах идете? Нет, мы пешком. А, ну все. Чао. 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 Удачи. Пока-пока. Спасибо вам тоже. Спасибо вам тоже. Это был Александро, коллега-журналист из Виченции, вернее, из окрестностей Виченция, который уже 15 лет живет и работает в Москве. Мы с ним случайно встретились и познакомились в церкви Святого Лазаря. А это мы выходим на Славянскую набережную, на Рива и Скивони. Вот гостиница Лондро Пелес, в которой жевал Борхес, в которой жевал Бродский. Ну, больше всего она, наверное, знаменита тем, что Петр Ильич Чайковский написал здесь свою шестую симфонию. По крайней мере, на входе, на входе там есть стеклянное панно составленное из нот, написанное здесь. Вот Санта-Мария-де-Салюта. Вот старик со своей старухой выглядывает из пансиона Вильгмер. Тоже место исторического. Вот тут такой дом, назначение которого я никогда не выяснял, к сожалению. Вот еще раз церковь Пьета, где служил Антонио Вивальди, заставлял девочек-сироток петь, учил их петь, чтобы когда приедет северный принц, то есть будущий император Павел I инкогнито, чтобы они могли так им успеть, чтобы он захотел использовать все российское влияние, чтобы помешать гибели светлейшей республики Венеции. К сожалению, эти планы были совершенно утопичны. К сожалению, визит северного принца был бесполезным, несмотря на все гонки на колесницах, которые устраивали в его честь на площади Сан-Марко, несмотря на концерт девочек, который отражен во многих живописных полотнах. Ничего не помогло. Светлещая республика Венеция была в 1797-1998 упразднена. Последний дождь Лодовика Манин подал в отставку. Сложилась в себя полномочия. И некоторое время тут похозяйничал Наполеон Бонапарт, чего ему никогда не могут простить. И после этого здесь воцарились австрийцы до 1866 года. Они тут устанавливали свои порядки, прокладывали сволочи дороги, построили сволочи вокзал, построили набережные. В общем, гадили тут, как умели. Не забудем, не прости. Это мы с вами смотрим на церковь Сан-Джорджо де Гречи. Не могу вспомнить, который раз мы с вами на нее смотрим, но и сегодня не первый. Дальше продолжим наше движение по славянской набережной. Вот, видите, салфистики у кого длиннее. И все еще Гречи. Канал тоже называется Йода и Гречи. То есть греческий канал, канал греков. Мы приближаемся к товарищу Бивальди. Там обычные концерты. Обычно играют какие-то редкие, незнакомые вещи. Но Родина, Вивальди здесь же знают много его произведений. Например, Времена года и еще Времена года и еще Времена года. Играют, конечно, виртуозы, потому что нужна большая виртуозность, чтобы десятилетиями, 365 дней в году играть разные произведения Времена года и не сойти с ума. Для этого требуется много виртуозности, что, собственно говоря, нам тут и демонстрируется. Видите, вот виртуозы итальяне 20-30 сыграют, не скажу что. Не скажу что. Вот видите, Бивальдис Мьюзик, Ле Квадро Стадьйони. Это, видимо, переводится как шестая симфония или седьмая симфония. Ну, так вот переводится. Как-то переводится. Да, ну, не может быть. Не может быть. Вот к вопросу о том, как на инвалидной коляске тут управляться в Венеции. Вот есть такие дорожки. Это все часть этого самого проекта. Проекта сделать город френдли для колясочников. Но вы понимаете, что если это есть на Славянской набережной, это не значит, что это как-то помогает людям, которые свернули налево. Немедленно же уперлись в какие-то очередные мосты. Вот такая у нас, хотите считайте, толпень, хотите считайте, простор. Вот стражи порядка стоят, которых нельзя снимать. Вон у нас там Сан-Марко и облака на них потрясающие. Вы помните, да, что мы сейчас смотрим на облака, потому что мы понимаем, что вот там, например, гроза уже. Вот эти вот все красоты, это уже, значит, где-то идет гроза, а до нас она не успела еще дойти, пока мы выбирались с Армянского острова. Это феерическое везение, потому что не взяли с собой, ну, то есть буквально ничего. Вот видите, идет парень в шортах, с голыми ногами. По мне так холодновато ему должно быть. Ну, может быть, у него какая-то другая степень теплокровности. Значит, что нужно для звонка из таксофона, я не знаю, но с большой степенью уверенности могу вам сказать, что щелочка для кредитной карточки там есть. Вот здесь у нас одна... А здесь вторая, одна, вторая, одна, вторая мемориальная доска об одном и том же. Что гостеприимством и добротой итальянского сената великий поэт Франческо Петрарко получил вот это вот палаццо в свою собственность. Палаццо называется, если не путаю, Молин. Значит, сенат венецианский, конечно, известен своей легендарной добротой, но вериться в нее сложно. Да, вот, смотрите, некоторая часть населения республики Индия, небольшая такая часть, грузится в экскурсионный речной трамвайчик. Вот, видите, вот наши прекрасные хинду на фоне прекрасного Сан-Джорджо Маджоры. Вот, сцена погрузки хинду. Вы понимаете, да, что у себя там дома в Индостане им вообще не приходится, вообще не приходится плавать ни на чем. Море они видят очень мало. Меньше всего видят море люди, которые живут в рыбацких деревнях на берегу. Они вообще не купаются, дети их не ходят на море, не умеют плавать. Я не знаю почему. Но это отдельные считанные миллионы индусов, индейцев. А миллиард с небольшим просто море никогда в жизни не видел, потому что живет не на берегу. Значит, вот гостиница замечательная «Метрополь», в которой, как мы помним, работал барменом Джузеппе Чаприани, создатель «Гаррис Бара», коктейля «Беллини», блюда «Карпаччо» и многих других вещей. Вернемся к Петрарке. Вот, собственно, его дом целиком теперь влезает. Доброта венецианского сената, конечно, не превзойдена, но и не должна быть преувеличена, Петрарка обещал Венеции свою знаменитую библиотеку. И ровно под нее-то он и получил это палаццо. Петрарка был такой Сергей Владимирович Михалков своего 14-го столетия. Он, конечно, любил Лауру, но еще больше он любил дружить с властями, которые одаривали его недвижимостью и всякими другими привилегиями. С библиотекой не вышло. Петрарка действительно ее сюда привез и поселился в этом палаццо. В довольно козырном, как вы видите, месте палаццо. Значит, поселился он со своей дочерью и зятем, прожил пять лет, библиотека в эти пять лет действительно была здесь. Но одна проблема. У него библиотека была гуманитарная, а это в Венеции 14-го века никого не волновало, потому что надо было, чтобы Мехмед II, завоеватель, взял Константинополь, и тогда бы сюда приехали бы греки в большом количестве и в Венеции расцвели гуманитарные дисциплины. А в тот момент, когда Петрарка пытался кого-то своим Аристотелем, там, и Вергилием, и Катулом соблазнить инкунабулами своими, то, в общем, отношение к нему было как к такому совершеннейшему, как это называется по-русски, астронавту. Потому что их интересовали книги по гидравлике, по механике, по оружейному делу. Совершенно им до его поэтической библиотеки никаких дел не было. Ну, интересно, а это кто спрашивается? Это самые знаменитые как раз и идут. Ну, правда, китайские, ну, какая разница? То есть, летом за ними идут японские с таким же выражением радости на лице. Не расстраивайтесь, Япония нас не обижает своим присутствием. Да, пандус для колясочников только наверх по лестнице. Но это же не мешало освоить на него бюджет. Бюджет освоен. В следующем квартале освоим бюджет пандуса, ведущего вниз. А пока инвалиды могут поиграть в веселую игру дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг вниз с моста на коляске. Чтобы в нее играть, им помогают сначала закатиться. Потому что нельзя же дрыг-дрыг-дрыг-дрыг вниз без того, чтобы сначала заехать вверх. Так не бывает. Вот забота. Забота о инвалидах, которым тоже нужны какие-то развлечения в жизни. Вот еще одна группа детей Харати и Ганапатиевны Республики Индия, которая сама себя называет «Самая большая демократия в мире», потому что действительно больше ее только Китай, но в Китае нет демократии. А вот, кажется, мечта моего сегодняшнего дня. Я говорю не про этого китайца, а про то, чем он занимается. Потому что сегодня воскресенье, закрыты все табачные ларьки. Но вот в этом вот магазине, где мой ребенок любит покупать игрушки, тут, собственно говоря, кажется, вот эта вот, вот эта тошнелутка и является табачным ларьком. А это улица Калли-дель-Дозе, улица Дожей, названная так в честь, видимо, того, что ни один, ни один Дож никогда не ступал здесь. Собственно, как и все улицы Дожей в Венеции, это огромное количество. И пиццерии Дожей, и трактиры Дожей. Ну, популярная тема Дожей, да? Ну, вот улица Дожей выводят на ту площадь бывшего Брагора, а теперь Степана Бандера и Альдемора, на которой стоит замечательная церковь Иоанна Крестителя, где крестили Антонио Вивальди в свое время. Вот мимо меня прошел гордый уроженец Харьяны в Северной Индии. Ну что, я думаю, обстановку вы поняли. Вот тут вот толпы собираются для того, чтобы вымокнуть на экскурсионном речном трамвайчике. Толпы собираются такие, что, в принципе, Венецию они могли бы взять, если бы придумали, куда ее потом девать. А я пойду за сигаретами и, наконец, съем свой законный обед, переходящий в завтрак и в ужин одновременно. Удачного вам вечера! До захода солнца в Венеции больше двух часов, поэтому не могу исключить, что мы еще с вами что-нибудь посмотрим за это время. Пока прощальный взор на церковь Пиета, она же Санта-Мария де ла Визитационе, на набережную, на Даниэле, отель, который мы в прошлый раз рассматривали, палаццо Дандело, где, собственно, снимался. Снимался не один Джеймс Бонд, а примерно это к три. И, значит, палаццо Дукали, и на этом вот Санта-Мария, конечно, дали салюты, потрясающее грозовое небо. И на этом я радостно с вами прощаюсь, иду покупать сигареты и есть обед. Чао! И вам приятного аппетита! Санта-Мария!